Всем привет! Спрашивали в комментариях, как можно отремонтировать трехуровневый регулятор напряжения. Отвечаю. Самое простое, это можно поменять щетки, если они износились. Перепаять, поставить с другого регулятора, который неисправен. Теперь электронный блок. Как его проверить, я рассказывал в прошлом видео, ссылка под этим видео. Он может выйти из строя по-разному. Например, либо вообще не выдавать никакое напряжение на щетки, то есть на обмотку возбуждения ротора генератора. Тогда зарядки вообще не будет. Либо постоянно выдавать напряжение на щетки. Тогда будет перезаряд аккумулятора. Он может поддерживать и 16 вольт, и 17, и 18. Но это слишком большое напряжение. Так, разобрать его просто. Крышка снимается. Так, внутри тут тумблер, схема и силовой транзистор, который подает минус на щетки. Ну, то есть на обмотку возбуждения ротора. Через одну щетку поступает плюс, а через другую минус. Как раз транзистор сюда его и подает в импульсном режиме. Так, ну, первым делом надо смотреть тут. Может быть, горелое где-то там на плате, сгоревшее что-нибудь. Запах текстолитом. Чаще всего сгорает как раз-таки силовой транзистор. Это КТ-829. Маркировку можно найти в интернете. Это биполярный НПН-транзистор. Так, база у него вот эта. Это коллектор средний и эмитер. Так, мультиметр в режим прозвонки диодов надо поставить. Так, плюс ставим на базу. Вот сюда, крайняя нога. Так, а минусом по очереди прозваниваем коллектор средняя сначала нога. Ну, вот. 530 мВ падение напряжения. Потом крайняя. 650 мВ. Вот такие должны быть показания у исправного транзистора. В режиме прозвонки диодов. Так, теперь надо прозвонить коллектор с эмитером. Это средний контакт, плюс и крайний вот этот. 1100 мВ. Между средним и крайним. Так, теперь сейчас покажу пример сгоревшего транзистора. В режиме прозвонки диодов. Короткое замыкание. Между всеми ногами. Ну, вот если так транзистор сгорает, то на обмотку возбуждения ротора и генератора ток поступает постоянное. Вот. И напряжение в бортовой сети автомобиля большое. Там может быть и 17 вольт, и 18. Идет перезаряд аккумулятора. Так, если этот транзистор сгорел, то можно его выпаять в какой-то старой плате поискать. Либо в интернете заказать. Не обязательно с такой же маркировкой. Можно поискать аналоги. Но эту тоже информацию можно найти в интернете. Так. Если транзистор цел, то можно еще проверить, поступает ли питание на транзистор. Так. Для этого подаем питание на регулятор. Плюс вот сюда подсоединяем. Ну, как я показывал в прошлом видео. А минус вешаем вот сюда. Так, короче. Ну, на мультиметре 20 вольт выставлено. Так. Плюс на базу транзистора. Вот сюда. Крайняя нога. Так. А минус на минус. 1,2 вольта. Относительно базы. То есть вот такое напряжение должно быть у исправного регулятора. У исправной схемы. Так. Теперь меняем полярность. Теперь уже минус сюда на базу. На крайний контакт. А плюс на плюс. 11,3 вольта. Ну, то есть можно сравнить с моими показаниями. Если здесь напряжения нету, то что дальше надо проверить. В общем, тут еще стоят СНД биполярные транзисторы. Но они тут мелкие. Сейчас я, наверное, не покажу. Вот это он. Так. Через него подступает питание на базу силового транзистора. То есть вот эти транзисторы, они управляют как раз силовым транзистором. Если тут нет питания, либо оно сильно отличается от того, которое я показал, то можно проверить вот эти транзисторы. Ну, это там распиновку в интернете можно найти. Точно так же их прозвонить мультиметром. Что еще можно проверить? Ну, вот поступает ли на него питание. Вот так. 12 вольт. Возможно, где-то обрыв в проводе. Вот. И питание не поступает. Так. Потом. Прозвонить еще можно тумблер вот этот. Питание надо включить. И в режим прозвонки диодов. Так. Ну, и так же переключаем тумблер. Другое положение проверяем. Тут все просто. Ну, короче, если разобраться, то сделать можно. Все. Всем пока.